Таблетки, порошки, батончики на рынке представлено так много добавок, которые мы можем включить в свой рацион, что это разнообразие может сбивать с толку. БЦА не являются исключением. Эти незаменимые аминокислоты могут стать ключом к успеху вашей тренировки. Маленькая мерная ложка в день может улучшить вашу выносливость и результативность, а также помочь увеличить мышечную массу и растопить жировые отложения. Что такое БЦА и как они действуют? БЦА это незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью, состоящей из лицина, изолицина и валина. Будучи незаменимыми, они не могут синтезироваться организмом и должны быть получены с пищей. Получать ли эти аминокислоты из продуктов, таких как курица, рыба, молоко и бобы, или принимать пищевую добавку, решать только вам. Большинство БЦА используются скелетными мышцами, где они участвуют в синтезе белка, наращивании мышечной массы, производстве энергии и различных метаболических процессах. В частности, БЦА активирует ключевой результат в синтезе новых белков для наращивания мышечной массы. В настоящее время внимание ученых и диетологов больше всего привлекает лицин, благодаря своей мощной способности активировать сигнальный путь МТОР и стимулировать небольшой синтез мышечного белка, построение мышц. Это означает, что прием добавки с БЦА во время тренировки может привести к тому, что за весь свой тяжелый труд в тренажерном зале вы получите дополнительную награду. Полезные для женщин свойства БЦА. Первое. Добавка может способствовать похудению. Изменение в составе тела в значительной степени зависит от разницы между количеством потребляемых и затрачиваемых калорий. Учитывается выполнение физических упражнений, термогенез, скорость основного обмена. Принято считать, что избыток калорий приводит к увеличению веса, а дефицит к снижению веса. Однако источник калорий, в особенности белковой пищи, может склонить чашу весов в ту или другую сторону. Даже вид потребляемого белка может влиять на ваши результаты. Что касается увеличения сухой мышечной массы и уменьшения жировых отложений на фоне тренировок с отягощениями у женщин, аминогислоты показали лучшие результаты, чем сыворотка, полноценный белок. Увеличение сухой мышечной массы полезно не только для силовых тренировок, но и улучшает расход энергии, здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепляет кости. БЦА также имеют дополнительное преимущество. Они содержат небольшое количество углеводов, жиров и калорий. В одной порции 5 грамм. Всего 20 калорий. Для сравнения, в одной порции сывороточного белка содержится 100 калорий. Так что, если вы следите за калориями, БЦА могут стать для вас лучшим вариантом. Если ваша цель похудения, вы, вероятно, отказались от перекуса и увеличили кардио, но вы ведь беспокоились о том, как бы не потерять все наращенные мышцы. Тут-то БЦА будут полезны, если на фоне дефицита калорий они могут сохранить сухую мышечную массу. Номер 2. Может помочь увеличить силу. Конечно же, когда вы интенсивно тренируетесь, то хотите видеть изменения на физическом уровне. Не правда ли? В этом отношении БЦА, безусловно, проявляют себя наилучшим образом. Включение БЦА в обычный рацион при выполнении программы тренировок с отягощениями приведет к тому, что вы увеличите вес. Более того, если вы будете принимать БЦА до тренировки с отягощениями, они помогут уменьшить повреждения мышц, снизить боли в мышцах после тренировки, крепатуру. У вас больше не будет причины пропускать следующую тренировку. Номер 3. Может улучшить выносливость. Хотите верьте, хотите нет, но протеиновые добавки полезны не только для увеличения силы и мышечной массы, но и для повышения выносливости. БЦА помогает улучшить производительность во время соревнований на время и отдалить время до наступления истощения. Это значит, что вы сможете выступать на соревнованиях быстрее и дольше, сжигая в процессе больше калорий и становясь стройнее. Чтобы объяснить механизм влияния БЦА на улучшение показателей выносливости, ученые предложили гипотезу централизованной усталости. Если говорить кратко, то БЦА снижает количество серотонина, который вырабатывается в ответ на физические упражнения. Я знаю, о чем вы подумали. Серотонин – гормон счастья. Зачем же нужно снижать его концентрацию? Вы правы, но серотонин также участвует в регуляции сна. И высокий уровень этого гормона может привести к ранней усталости. Итак, если вы любите бегать быстро и далеко, вам стоит включить БЦА в список своих добавок. Номер 4. Поможет повысить иммунитет. Интенсивные упражнения на длинной дистанции подавляюще воздействуют на иммунную систему. В результате вы можете стать более восприимчивым к некоторым болезням, например, таким как простуды. Это отчасти объясняет, почему ваш организм для того, чтобы восстановиться после марафона, нуждается в нескольких днях, а то и в неделях отдыха. Сегодня жизнь у многих протекает в достаточно напряженном ритве. Поэтому никто не захочет быть надолго выпитым из колеи, ведь это помешает тренировкам и достижению цели. Хорошая новость заключается в том, что прием добавок с БЦА может поддержать иммунную систему. Добавка снизит выброс химических веществ, вызывающих воспаление, и увеличит выброс веществ, которые борются с вредными бактериями и патогенными микроорганизмами, что быстро восстановит вас на ноги. Побочные действия на сегодняшний момент неизвестны. Однако, прежде чем начать принимать их, как и перед приемом любой другой добавки, необходимо принять во внимание некоторые моменты. БЦА могут влиять на сон. Как упоминалось выше, БЦА подавляют выброс серотонина, концентрация которого обычно повышается после физической нагрузки. Серотонина участвует в регуляции сна, поэтому прием БЦА в ночное время может привести к проблемам с засыпанием. БЦА могут влиять на концентрацию глюкозы в крови, контроль уровня сахара в крови, особенно важен до и после операции. Таким образом, если у вас запланировано хирургическое вмешательство, представьте прием БЦА по меньшей мере за 2 недели до операции. Положительное действие БЦА может быть очевидным, только если рацион включает недостаточное количество белка. БЦА содержится в белке, который мы потребляем с пищей. Если вы удовлетворяете свои ежедневные потребности в белке, то прием дополнительного количества аминокислот в составе добавки может не дать вам никаких дополнительных преимуществ. Рекомендуемая доза БЦА для женщин составляет 9 грамм в день. Эта доза считается достаточной для проявления желаемых эффектов и в то же время является безопасной, не возникает никаких побочных эффектов. Конечно, в каждом отдельном случае дозы могут несколько разниться, ведь они зависят от массы тела, уровня активности и рациона женщины. Для достижения наилучших результатов, чтобы настроить мышцы на рост, принимайте БЦА до и после тренировки. Если вы твердо решили добрать мышечную массу, примите немного во время завтрака или перед сном. Только не превышайте суточный безопасный лимит. 550 мг на килограмм массы тела для женщины весом до 60 кг. Это составляет примерно 33 грамма в день. Принимая во внимание, вышесказанные БЦА представляются полезным продуктом, который стоит включить в свой рацион здоровья и фитнеса. Для большинства женщин 9 грамм до и после тренировки является достаточным и безопасным количеством. Хотя, если ваши тренировки очень интенсивные или в вашем рационе недостаточное количество белка, вам может потребоваться большее количество БЦА. Сила, скорость, выносливость и супериммунитет – это лишь некоторые из основных доказанных полезных свойств, которые БЦА оказывает на женщин. Если это то, к чему вы стремитесь в отношении здоровья и фитнеса, то добавка с БЦА может оказаться для вас очень полезной. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok